ПЕСНЯ У тихой рощи соединяет берега седой паромщик. Разлук так много на земле и разных судеб. Надежду дарит на заре паромщик людям. То берег левый нужен им, то берег правый. Влюбленных много, он один. У переправы. Короче, спели? Друзьяки, всем хорошего настроения. Друзья, всем привет. С вами есть Кирилл Паван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Новая рубрика. Липован и огород. Домохозяин, ёшкин ты кот. Три дня уже не поезжал. А что, посмотри ты, как это. Куда? Катя, под ноги куда? Я же ей песню про влюбленных пою. Атмосферу приготовил. Так что, как это? Награвал здесь. А ты должна мне сделать, как там, барыни легли и просят? Вот тебе. Ну, заходи потом на огонек. Эх ты, у нас же дети, ёшкин ты кот. Короче, что, всем замечательного настроения. Хорошей погоды, великолепной. Что? Чтобы бубенчики ваши звенели никогда, не останавливались. У меня такое сегодня ты не понимаешь. Во-первых, как обычно будем уже готовить дома, а это значит, что по-любому будет таки вкусно. Серёга, спасибо огромное. Вот такую рыбу. Идём, покажу. Чтоб долго не брехать, я как настоящий рыбак. На рыбалке не был, но рыбу имею. Приготовим сегодня на гриле. На тефлоновом коврике. Тихо, там ещё одна певица поёт. А, подожди, я бабы Катина привоз не позвонил. Алло, баб Катя, сазанчик есть. Хороший, либо ванский такой, вы себе не понимаете. Сделаем вкусно за всю Одессу, да. Целую ваши ручки, да. Хорошего дня. И чтоб всего карася до обеда продали. Так, это сделал по традиции. Это тоже сделал. Катюня, ты помнишь, Галкин хват для рыбы передал? Ты им пользуешься по назначению, я смотрела. Короче, год прошёл, я на рыбалке не был. Родненький. Ты шо, ну на рыбалке не был, но сазанчиком мы сейчас взмажим. Как это делается? А ну, губасненький, открывай. Смотри, какой хват. Сколько это, посмотри, в килограммах. А куда смотреть? А, он ещё и в зверху. Так это контарь, да. Мало того, что, если не ошибаюсь, именно... Шесть с половиной. Да, ладно. Да. Нет, это семь. Да, это что ты мне рассказываешь? Четыре, три, семь. А какая единица измерения в Америке? Унцы, шпунты? Шо? Короче, это в пунктах, ребята, в килограммах, я не знаю. Ну, килограмма четыре такой хороший. Шо, чего? Я знаю, что длина у них в инчах. Ну, значит, и вес тоже в чпунчах, короче. Так, шо, хват. Не замени мою вещь, ребята, на рыбалке. Та ты не ржи. Сегодня посмотри, каким ножом буду выступать. Самого Израиля. Я думаю, в прошлый раз им выступал. Те, наверное, здесь просто другого нету. Нет, есть, я же подготовился. То Марат им выступал, а это я сейчас. Как у них там в Израиле все вальщики этим делом занимаются. Шо? Чарль Бройл. Слышишь? Имею. Честь. Уважение. Сегодня исполнять на этом агрегате. Кому интересно, там у них помимо того, что агрегатов завались. Так еще и аксессуаров навалом. Вот тебе инстаграмчик. Да, Грилекс Одесса. Говорите, от Липован еще и будет вам скидка. Та ты шо? Сеньора, смотри, с колбасой сидит. Художник несостоявшийся. Че это несостоявшийся? А, я. Мудрица вообще. Слышишь, а шо это? На Сицилию похоже. Дона Беламоре. Сидите. Любительница рыбы. Рыба, понятно. Но только ты рыба моей мечты. Елисейка, а ну поцелую. Настоящие рыбаки так делают. Можно без языка. А я коня поймал. Коня поймал? Привязал? Да. Ну все, значит нормально. Будет сухенько. Ай-яй-яй. Ты шо? На тебе на память хоть что-то надо тебе ставить, не? Шо, губы, глаза или хвост? Э, хвост, чешуя. Не поймал я. А где ножницы? Голос. Я же шо хотел. У меня, спасибо опять же Галкин. Володя, ты лучший человек на свете, чтобы ты понимал. Да, а мама твоя вообще, я даже люблю ее. Вот эту специю. Вкусначая такая, Марат Лизнул, и до сих пор ему хорошо. Уже второй день пошел. И у меня лежало почти то же самое, только от Вебера с медом. Очень вкусные, великолепные специи. Я хочу. А ты голову на уху полывай. Да, сварим юшку. Сегодня? Липованскую. А ты хочешь сегодня? Не, я себе хотел голову забрать. Ну, с такими губами, если бы не знал твою маму, я бы тоже себе оставил. Ты шо? Договоримся за голову. Короче, сделаем сегодня стейками. Так, ножницы не мои. Шо, кусается? Подожди, дай папа сейчас уработает ему эту кость. Я тоже буду сегодня стоять и побывать. Так, не берут эти ножницы. Вот так вот. Как тебе маленький поваран дать, чтобы... Сейчас мы ее оттуда удалим, сынок. Как зуб? Да. Почти как зуб. Просто эта пилка, чтобы ты понимала, у карпа спарывает любые сети. Когда рыбаки берут такого карпа или больше. Видишь, у него пилочка? Да. Вот она цепляется за сетку. И он начинает резко дергаться. И вот эта вот пилочка перепиливает... Кто выпускает? Ну, сам сваливает. Не знаю, там, если там геть-то рубингу, то возвращается, короче, вот так вот передом. Или там задом вот так вот. И начинает эти сетки елозить. Говорит, ребята, валим. Смотри, какая лисия. Вау. Такие, такое можно... Прямо шоу от мамонта, бивень. А вот что ты будешь выкидывать? Вот то, что я туда складываю? Да. Ты такой интересный. Вообще-то не планировал. Я у тебя там что-то возьму. Договоримся. Я, короче, сейчас все скидываю сюда. А ну-ка, Станок, отойди, сейчас папа будет делать красиво. Пока хотя так не надо. Нет, с карасем у меня любовь отдельная, да. Его надо неглубоко. Скорбовать надо. Чтоб соль похоже. Смотри, смотри, смотри. Шо это за мясо, а? Чемпион мира по красоте. Там как тунец какой-то, да? Татунец нервно курит там где-то в океане. А это наши, ридненькие. Ох ты шо! Катюня, помимо того, что сегодня будет вкусно, так еще будет, как ты любишь, полезно. Да? Ну слушай, любая рыба приготовлена на гриле, это уже шикардос. Тем более на коврике. Шо шо? Белая, вот такие вот полосочки. Где, внутри? Да, вот эта. А, элементы пузико. Пленочка такая у него внутри есть, которая защищает мясо от внутренностей. Не, от кишек. Все, почти готово, слышишь? И голова тебе тоже созрела. Ты ее себе в комнату повесишь? Нет. А куда, в школу возьмешь ее? Я ее разбирать хочу. Ты, папин ты сын. Я хочу смотреть, что он не пил. Мозги. Так, шо, готово? Смотри какой. А губы, видишь, каких размеров он может? Горох засосать. Вот так вот. Он подплывает к прикормке. И начинает так вот губами делать. Оп, 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 оп. Опача! И засосал сюда себя крючок. Крючок. А потом начинает уплывать. Вот. Место от крючка. Да я верю, что... Да я верю, что Серега его не руками поймал. А на горох. Говорит, на горох льет так, что обалдеть. Гороха не хватило. Еще неделю на рыбалке сидели. Так, это сполоснуть и быстренько подмаринуем. Эх ты, ребята. Эх ты, Чарик. Сегодня будешь творить шедевры, как обычно. Так, Катюня, что тебе как... Картинка, что была лучше. По солнцу. Вот мобильная вещь, а? По солнцу хочу расположить. Та-да-дам, да-дам. Коврик обыкновенный и простой. Но вещь в приготовлении нежной рыбы незаменимая. Лисейка, у меня тебе важное дело есть. На ножницы. Идем, я тебе покажу. Знаешь, что такое розмарин? Молодец. А где у нас растет? Иди сюда, вот так вот, входи. Мне надо ровно три веточки. Иди, 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 иди. Смотри, вот возле Саку. Да, да, да. Только смотри. Дальше, я тебе сейчас одну покажу. Не, не, ты сейчас. Ты сейчас папи из коренишеву. Вот так вот, смотри, раз, два. Найди самые три. И вот так вот аккуратненько чикани. Все, и папе неси, а я пока быстренько сейчас подмариную рыбу. Хотя, что ее мариновать? Насыпал и готово. Так, что у нас? Раз, два, три, четыре, пять. Четыре хороших. У меня же доска еще есть специальная. Замачивается. Вот он вообще будет именно для диабетиков. Кайфанешь. Так, что? Катюня? Сделаем. Две такие, правильно? Раз, два, три, четыре. Вкусно? Очень. Серьезно? Да. Да ты шо? Обалдеть. Я раньше думал, что он только на базаре растет. Нет. Еще и в огороде. Это же Майя Ивановна Долану, да? Да. Майя Ивановна, вы понимаете, как оно у нас нормально прижилось еще и растет? А я думаю, надо с кухней подрезать целую веточку. Нет, сыночек, тогда ничего не останется. Ты вот так вот... Вот не хватает моих ножниц, как я привык уже. Ты тоже пилочка? Нет, здесь просто толстенькая. Папа просто остались там в ресторане ножницы. Я же еще не полностью переехал. Да. А вот они незаменимые. Там чик-чик-чик. Шо маникюр делаешь, Либя? Наверное, тебе надо вторые завести. И там, и там. Кстати, вариант. Так, запоминай. Смотри. А шо, не перепутаем, да? Вот это на досточке, а это на... Нет, для досточки мы сейчас сделаем другой маринад. Тоже вкусный. Шо, начнем? Нет, нет, с Галкиной. Елки-палки. Ты шо глубоко уважаемый. Подожди, а как мы раз пробуем? Если он ее даже не открыл. А нет, открыл. Можно подхолоть? Да, аккуратненько на пальчик вот так вот. Это ход? Нет. Лизни чуть палец. Да? Ну, оно такое нежное. Сразу не будет чувствоваться, а потом не будет, не торопись. А потом пойдет такой сиршлейф именно. Хабанера, хабанера, хабанера. Не печет, Елесей? Нет? Сейчас начнется. Да печет, но не капелька. Ну вот, так в этом есть цимис, елки-палки. Понравилось? Да. Скажи, у меня, она соленая, сладкая, что? Не соленая, но сладкая. Правильно. Поэтому молодец. С чувством вкуса у тебя полный порядок. Поэтому сейчас папа здесь присолит. Можно я? Да. Вот эти две рыбки вот так вот бери и соли. Так ты не больше рукой дергай, просто вот так вот соли везде. Аккуратненько. Все, давай я рыбку переворачиваю. И дальше продолжай солить. Слышь, ты так солишь, что тебе тут турок начинает завидовать уже по-любому. А что говорит? Красиво ты это делаешь. Ты что, папин сын? И здесь еще, бомби. Супер. Вот тебе. Так, первые вот эти вот две. Смотри на эти гранулы. Ты что, это что, корм для рыбок, а? Нет. Посмотри, какой шедевр. Катюля. Да, я сделаю красиво. А можно я вот эти две? Угу. Сейчас все сделаем. Давай, одну рыбу папа маринует, другую ты. Просто это так хорошо и красиво, что не хочется останавливаться. Ох, она вкуснячая будет. Так, надо же не расходовать. Потом подмету и обратно в баночку верну. Все, что осталось. Так, это вот есть. О, сейчас она начнет влажнеть и потихоньку раскрываться. Так, а тебе вот на веберовскую. Сейчас здесь есть у нее тоже вот крупная. Есть мелкая. Потихонечку, не торопись. Везде, везде, везде на рыбу. Видишь? Все, а тут с гранулами сахара и меда. Не торопись, не торопись. Давай дальше сюда. Все, 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 все. И сюда еще. Ты что, сегодня махач специи? Можешь отнести? Да, сейчас. Все, сынок, все, давай дальше. Шикардос, давай. Давай. Все, красавчик, спасибо. Ты посмотришь, что происходит? Видишь, как гранулы начинают раскрываться? Да. А ты знаешь, самое необходимое в мариновке что? Нет. Точнее, как это? Масло. Обязательный момент. Масло. Да, оно является проводником специи. Сейчас мы аккуратненько вот так вот намажем. Это ты, а это я. Это ты, а это я. У нас очень много деток смотрит. И очень многие, так вот папу встречают и говорят, либо вам, а я готовил по вашему рецепту. Вы большие молодцы, детки. И ты, Елисейка, красавчик тоже. Любишь готовить? Очень. Да ты что? Что ты пожелаешь нашим юным подписчикам? Готовьте и будет вам счастье, правильно? Чтобы у них все всегда получалось. Все. Ну и мама с папой были рядом, контролировали моменты. На, тебе. Нежно, аккуратненько вот так вот. Не всовывай по чуть-чуть. Вот. Чтоб ты специю и не сбил, а только-только-только намазал. Все, все остальное масочка сделает само. А я пока заведу наш чудо-гриль. Слышишь? Фунь, 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 фунь. Ну часы прямо. Я и эту комфорку сразу заведу. Что, злок? Мама, ты приюхачить. Ну так надо переворачивай. Что ж ты? Ай-яй-яй. Профессор. Спасибо. Есть, шеф? Это ты много масла. Много. Не надо всовывать. Чуть-чуть. Все, достаточно. Чуть-чуть. И вот так вот взял его и везде-везде-везде аккуратненько вот так вот его растер. Это коврик специальный? Это специальный, да, тефлоновый коврик. Для приготовления пищи на гриле. Чтобы он не нагрелся. Чтобы он не давал возможности подгорать. Хотя тут такой гриль, что здесь не подгорает, а здесь наоборот у него отстреливает. Так, что нам надо будет? Держи. Я забыл рэндонуть. Что-что? Забыл рэндонуть, так я рэндонула. Я рэндонул? Да? Вот память девичья. Да? А, это что? Вот так, что ли? Нет. Вот так. Понял? Да. Вот тебе, да, вот тебе вот. Так, стоп, стоп. Вот теперь уже смотри за папой и наблюдай. Договорились? Да. Хорошо. Так, масло что? А вот это вот штукой. Катюша, мы ничего не забыли. А вот теперь вот этим вот мы смажем наш коврик. А, ты что? Ароматы. Мы еще жарить не начали, а коврик уже излучает. А, сколько этот коврик уже пережарил. Слушай, я думаю, что можно его в уху добавить без ничего. Знаешь, как каша из топора? Так и про наш коврик. Да, и будет тебе счастье. Так, и что же я хотел? Замочилась моя доска специальная. Тоже, кстати, в грилексе продается. Ее, конечно, лучше на сутки, а то и на ночь замочить. Но я самого раннего утра кинул. Да. Но мы же не жарили, помнишь, какой лосок безподобный получается. В чем же прикол, что она мокрая, начинает вот так вот потихонечку тлеть. И спускает свои древесные прелести. И они проникают в рыбу. Я же из-за этого выглядел. Ты что, диабетики будут завидовать? Заработало. Тут вот эти можем на минималку. А это там, где будет готовить у нас досточка. Сделаем на максималку. Все, сразу что в веточку поклали. Эх, Катюня, не хватает места. Ты же меня все время поправляешь, чтобы ты была здорова. Класс, но положить, переложить, подложить. Заложить. Обложить. Наложить, ешкин ты кот. Это уже про другое. Это мы без специи будем. А не со специи. Ты как хочешь? Давай без. Серьезно? Да. Тогда вообще по-другому сделаем. Вот так вот сейчас мы ее... На два кусочка? Да. Тебе и бабушке. Вскроем. И будет нам счастье. Нет, все-таки давай... Немножко. Чуть-чуть. Вот это, но... От Галкина. От Галкина. Ох ты что, дал так дал. Помашь масочком прямо на руке. Держи. Ты, папа, помощник. Давай еще. Вот здесь вот чуть-чуть. Все, файно. Вот так вот, прямо на веточке. А соседи завидовать будут, что... Придут знакомиться? Все, смотри, это я уже отправляю сюда. Так, тихо, не шипи, мы только начали. Так, это веберовская специя. А веточки? Катюша, ну веточки не сейчас. Немножко попозже. Это от Галкина. И это от Галкина. Слышу, шипит хорошо, но надо газу добавить теперь. Сразу, чтобы оно его припечатало. Ох, я прям чувствую аромат этой специи. Ты чувствуешь? Интересно, конечно же. Прям резко пошло. Катюня, сейчас весь их грослебенталь будет чувствовать, не только ты. Я тоже чувствую. Это пахнет так. Вкусно, да? Ребята, Большая долина, если вы сейчас где-то там рядышком и чувствуете, что-то таки пахнет, это от нас. Не переживайте, все под контролем. Так, ты что? Вот, видишь, уже завелось хорошо. Теперь можно ставить на минималочку. И закрывать? Давай закроем. Все, Риба, скоро увидимся. Чпунь. Сейчас заодно и посмотрим, какая температура там вырастет. Под колпаком. Эх, Катенька, срочно надо ехать в ресторан. Я там и... Все оставил. Так ты там что, готовить не собираешься больше, что ли? Собираюсь. Как это? Разрывается душа, да? У меня же там три градусника, елки-палки. Я уже про Митр вообще молчу. Ох, Митр сейчас бы необходим был бы. Елки-палки. Всуну, все. Иди копай огород, ссопай, песни пой. Он сам тебе скажет, когда надо остановиться. Ты знаешь что-нибудь из репертуара Аллы Борисовны? Нет, это... А Ульяна, походу, знает. Видишь, нам песни поет? Так он у меня наушники. Разлук так много на земле и разных судеб, надежду дарит на заре паромщик людям. То берег левый нужен им, то берег правый. Влюбленных много, он один у переправы. А теперь вместе. Дай пять, певец. Учи куплеты, ешкин ты кот. Ах, Одесса моя. Что я говорю? Ну говори. Ненаглядная. И что? Я понял. Это коток из телефона. Который спаривается в телефоне, который тоже можно приобрести в гривексе. Как вкусно пахнет. И доской, и этими специями. Рыбу я вообще не чувствую. Какое-то такое. И все, там весь вкус, весь семис внутри остается рыба. Понимаешь? Вот тебе, вот тебе. Что, показать, как шкварчить? Ну давай быстренько, а? Так, сейчас всунул-высунул. О, нагрелась немножко, у тебя доска потихоньше. Ну вот она уже начинает горбатиться. И аккуратненько. Там вообще это шедевр, это философия приготовления еды. На доске. Но чем больше она стоит в замоченном состоянии, тем лучше. Оператор, снимай мне файл, так чтобы никто тебе слова не сломал. Вот эти комментарии мне излишни. Ладно. Ах, Одесса моя ненаглядная, без тебя бы не смог, вероятно я, ни душою молодеть, ни шутить, ни песни петь, ни шутить, ни песни петь. Черноморская даль, ты в ночи навивай сладкие сны. Песни ты распевай, город светлый моей первой любви. Одесса моя. Боже мой, как красиво, Катюня. Ты бачишь? Ё-моё, он что под соусом терияки. Ты понимаешь? На самом деле вот этот вот медовый. Ты когда готовишь вот с такими гаджетами. И что? Аж я хочу готовить, понимаешь? Да ну тебе надо, мы же поругаемся. Вот не надо. Не бывает же, ты же не Марат, ёлки-палки. Вот смотришь, не хочется, представляешь? Вот сразу же, не хочется. Я вчера бедная стресс получила. А что у тебя? Вареники готовила. Ой, что вы были здоровы, ребята? Это вы ее просили, типа там, встань сама у плиты. Так она ж послушная. Ужас. Она и стала, да. Бедненькая. Я думаю, лучше бы такое не писали. Аж устала. Короче, все, что могло было слипнуться, слипнулось. Эх ты. Ну вкусно было, правда? Очень, да. Супер. Одним лотом вот так вот. Просто берешь вареник вот такой здоровый и покусываешь. Ну неправда. Ну не прям уже вот так совсем безобразно. Но стресс случился. Слышишь? Да. Так у меня песня для тебя даже есть. А ну давай. По этому поводу. Ах, Сонька, Сонечка, сели свои перины. А бледухами пышную кровать. Ведь нинчи кто? Юра, Юрьевич. Правляет таменины. И вся Одесса и должна про это знать. Парира, тач, тач. Парирум, ярум. Юрочка, чтоб ты нам был здоровый. Вот такой подписчик. Ты шо шикардосовый человек, да? Как это? Ну имей крепкое здоровье, такой же аппетит. И пусть в душе твоей всегда поют черноморские чайки. Правильно? Вот тебе на. А, конечно, нет, к вареникам-то им никакого отношения не имеет. Но поздравления прежде всего. Чтоб ты нам был здоров. Чо, готова? Чо он там тебе шепчет? Да я куплеты слушаю. Ты понимаешь, как она же хворчит? Я вижу, что там уже красиво. Понимаешь? А меня звук радует. Кому что? Шикарный вид, шикарный вид. Катюня, а вот теперь любовь моя в ход пойдут и веточки. Ну-ка, аккуратно. Ты шо? Моя ты хорошая. Шо за рыба? Шо за рыба? Не, ну ты вообще всем рыбам рыба? О, вот так вот. Просто твоя доска меня убивает. Ты не подготовленная? Распиратор тебе надо или как это там называется? Ты же не выдал. Противогаз. И мне нравится. Все эти вкусно, видишь, каждому свое. А потому что мы пацаны вообще, ребята. О, шикардос. Так, эту я только что переворачивал. Для инстаграма, там кому интересно, заходите, ребята. Мы там тоже что-то таки снимаем. Катюша, последние штрихи. Она уже готова? Да, да, да. Тачарик жарит так, что я так не умею. Ты думаешь, внутри тоже прожарилась уже? Катенька, это же рыба, елки ты палки. Конечно же. А вот это еще там полежит, пусть покоптится. Смотри, у нее только-только начинают вишем на края белеть. Посмотри. Видишь? Ага. Контур какой. Так, и что нам надо? Какая-то тарелка красивая. Слушай, ты посмотри, там прямо какой-то этот. Танцует, да? Волчок, ураган. Ураган аппетитный. Все, Катюня, звони маме, скажи, что мы выезжаем. Мы ей отвезем. Обовязково. О, а вот теперь с розмарином, а? Гейт другой аромат. На, немножко попарься, буквально еще чуть-чуть. Вот это будет счастье. Эх ты. Фух. Что я хотел? Пельмени пожарить. Но это совсем другой рецепт. Ты, по-моему, за мной так не ухаживаешь, как за своим ножом. Катюня, это на самом деле какой-то благородный нож. Ты доволен, да? Угу. Ты видишь, как я гасил по нему? Угу. По костям. А ему хоть бы хны. Металл сумасшедший. Просто супер. Марат, Джан, спасибо. А что солнечные зайчики? Прямо в глаз мне, Сережа. Отцель, любви, с хорошим настроением. Я тебе жарил глаз. Хе. И рыбу. Ну шо? Хе-хе-хе. Так. Все, здесь готово. Это пусть доготавливается. И Люсей, ты посмотри, как ее покрутила. Видишь, что я говорю? Вот доска начинает плеть. Ты шо, ты шо. И эта рыба получила элемент копчения. Давай, будем доставать. Она потом подогнется, когда холодно водит. Да, она опять выровнится. И можно потом дальше продолжать на ней готовить. Так, Галкины первые пошли. Шо ты за тарелочку? Не было нормальной. Так, давай для дегустейшина ставим вот эту одну. Давайте подержать. И вот эту одну. Я за тобой поухаживаю. Катюня, успокойтесь. А вот теперь держи. Думаю. Вот это мы будем с доски пробовать. Про маму забудешь. А это маме повезем. Я про тебя-то совершенно забываю. А вот про маму. Аккуратно сейчас тебе на маникюр твой горячим ляпнет. Ничего страшного, я переживу. Ты сейчас выронешь рыбу, слышишь? Ты оператору, успокойся ради красивого кадра. Я потом... Это же мамина. Ну шо, помоем? Я нашла такая нежная, шо ее как размажет. Об этот... А шо, а коврик? А коврик мой хороший. Так. Пипец, какая многоразовая штука. Ты в посудомоечную машинку, да? Да не обязательно просто вот сейчас его в мойку. Ляп. Все, сполоснул, свернул его и пусть дальше лежит. Все, а это шо? Не, ну это сказка, даже не хочется переворачивать. А ну-ка. Не отпускает, значит не готово. Отпускает. Или здесь другой принцип. А нет, ну... На досточке. Все, тогда я здесь пока не трогаю. А ее нет смысла переворачивать. Она просто так вот теплом будет готова. Хотя я считаю, что она уже готова. Катюша. Как красная прям, да? Давай по коту попробуем. Это уже дойдет. Ну, Елисей, готов? А ну стой. Я еще один ножик возьму. Тоже обвалочный. Обвалочный. Из этой серии. Тот тоже хороший. У папы все же хорошие, потому что любимые. И шо? Не буду. Ты шо? Аромат, ребята. Как пицца. Как пицца. Даже лучше. Ты посмотри. Тебе решил филе разделать? Ну так, аккуратненько. Офигеть. Я буду попробовать. Прямо на видео. Это человек, который у нас рыбу не ест. Не ел. Не ел, да. Пока папа при нем не готовил. Так. Это у нас Веберовский маринад. Ты с какого насчешь? Галкиных пробовать? Галкиных. А потом Вебер. Ты шо? Там она руками раздевается, ты понимаешь? Там, кстати, Дениска. Тот, что главный в Одессе по грилям. Нас на рыбалку приглашал. Да. Они карпятники. Сезон закрывают, да. Там такие амуры клюют. Килограмм по 15. Кстати, здесь у нас в Большой долине есть Ставок. Тоже наш подписчик. Имеет к этому отношение. Братик, салют. Так, может, съездим? Там 17, 18, 19 закрытие. Выехали быстренько. Вот это я там одного поймал. Килограмма 60. Поцеловал его в рот и отпустил его. Может быть. Шо? Шо? Его надо отпускать там? Ну, чтобы он до 80 дорос, да? А потом ловишь, женишься на ней. И все, и всю жизнь живешь. И только. Ладно. Мой любимый человек. На, тебе сейчас. Папа даст кусочек. Да я тебе дам самое вкусненькое. Кать, ну посмотри, разве можно так рыбу приготовить? Елки-палки. Это же я приготовила. Она сочнее даже, чем была. Давай по-братски. Открывай рот. Ну, после мамы. Мама же у нас девочка. Да. И шо? Ну как? Это прям легендарный момент у нас, Сережа. Семейный. Че к рыбу ест? Очень вкусно. Правда, вот эта медовая корочка, это что-то. Я вообще, на самом деле, сейчас пытаюсь распознать. Это галкино было. Мало того, что рыба сладкая, так еще и специя сладкая. И это нежнейшая хабанера, что я встречал в своей жизни. Дай мне еще кусочек. Просто бесподобие какое-то. Так, и Миланьке надо оставить. А ну-ка, Вебер, что ты там с медом нам расскажешь? А? Цвети, шпаги. Ляночка тоже будет кушать рыбу. Я знаю. У нас же все нормальные, теперь еще и Елисей. Приобщился. Да. Вот хочется вот с этой вот... Ты понимаешь, как жарит гриль? На, сынок. Ты ему со специями давай. Так, обязательно. Тут она по краям. Это Веберовская. Ты что, горячая? Там косточки нет, ну может быть маленькая попалась. Ну что, есть разница? Да. Да, конечно, есть сумасшедшая. Я понахалу с вашим картом. Какая босигалка есть? Да. Ммм, бесподобно. Ммм. Мне с ветра не попало. Не попало? Нет. Очень вкусно. Тут еще надо поспорить. Не знаю, это Веберовская тоже зачетная. Дай еще кусочек. Ну, что сказать можно, как это, подытожить? Просто шикардос. Даже если у вас не будет специй, но будет такой гриль, ребята, вы из любого чебурека, я не знаю, шедевр приготовите. Хотя чебуреки тоже надо уметь. Елки ты палки, просто вкуснячая. Бесподобно, вкусная рыба. Сочная. Мощная. Дисейка, там рыба осталась. Пару стейков и голова. Завтра мы с мамой еще спим, а ты утром приходишь, включаешь и готовишь нам завтрак. Я вот там буду готовить, я тут не умею. Ты мне научи в детстве. Я тебе научу. Ладно, я завтра с тобой проснусь, чтобы ты была здорова. Мама, пусть спит. Ну, рыба бесподобная. Ой. Татьяна Михайловна, все будет нормально. Реально вкусно. Так, реально вкусно? Да. Все, это я тоже выключаю. Отработал на 200 градусах. Ёшкин ты кот. Катенька, а ну стой, я сейчас делаю красиво. Стой. Сними снизу. Посмотри, как работает доска. Ого. Тебе видно? Да. Ничего себе. Ёшкин ты кот. Катя, она тлеет. А потом опять распрямляется? Да. Обалдеть. И вот пока бумага, папиросная из нее не останется, оператор. А, вот. Снимаешь? Конечно, снимаю. Короче, развалила ее по полной, да? А ну-ка, аккуратненько. А ты что? А ну-ка. Моя ты хорошая, держись. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Залипла. Иди сюда. Отойди горячо. Вот так вот при стаханах, может, подают на дождь. Ну, я думаю, что в некоторых и подают. А может, нет-нет, да и мы в своем когда-нибудь такое сделаем. Хотя в нашем ресторане подают карася, так как нигде в мире. Не подавали. И вряд ли будут. Идем, идем. Тоже рыба хочет каренька. А здесь именно чистый лес. Катюнь, открой дверь и покажи Рижа. Он же тоже рыбу ждет. Ты мой хороший, ты хочешь рыбы? Привет, я тебя сегодня не ругаю, ты не на столе. Манечка. А что, ночью тарелку разбил, так он сегодня с днем и не прыгает? Откуда ты знаешь, что это он? Ну, я думаю, что он у нас один только хулиган. Мы были у Сыпиента. Хорошо, у Сыпиента. Закрываем Сыпиента. Идите, дайте я рыбу донюхаю. Они были у Сыпиента. Кто это? Пациент, наверное. Сыпиента. Ай-яй-яй-яй. Кать, ну что тут показывать? Да я тоже думаю, дай уже кусок попробовать. Очередной шедевр. Смотри. Вот это не буду тут. В липованском исполнении готов. Тут должно быть именно, я не знаю. Знаешь, что здесь? Здесь просто пахнет копченым. Просто пахнет лесом. Ну так в этом и счастье. Ну мне она даже с тобой очень нравится. Тут и специя, и вот это копчение. Бесподобно. Копчение сейчас вообще зубы с ума сводит. Такой шедевр, елки-палки. Они если бы умерли, чтобы вот так вот качались бы. Туда-сюда, туда-сюда. А трусики у меня хорошие. Шпальные. Вчера запачкал, сегодня постирал. Ты что, такие же, друзьяки, с хорошим настроением для вас сегодня. Исполнял на этом гриле нашу вкусную одесскую рыбу. Одесский реплан. Одесская рыба, одесский реплан. Эх ты. А это что? Катюня? Та на лень уже пиво и успокойся. Ну такое. Не, картина красивая, просто присобачивала ее как-то очень странно. И вот та вообще, до веса кто-то вообще ни к селу, ни к городу. А потому что? Ну пусть порадуется. Нормально. Как это называется? Творческий беспорядок. Вот. В твоей голове. Я художник, я так и вижу. Добрый. Тоже мне ай-ай не нравится. Все будет нормально, договоримся. Как все друзьяки, все души, с хорошим настроением для вас сегодня жарил рыбу. Одесский реплан. Всем пока-пока. И имейте шикарный аппетит. Чао. Пока-пока. Продолжение следует...